Это спецвыпуск «Громадского на русском». Большое интервью. Я Ксения Туркова, а в гостях у меня сегодня известный политический обозреватель, историк Валерий Соловей. Тот самый, который совсем недавно написал в одном из российских изданий статью о том, что совсем скоро мы узнаем о том, кто станет преемником Владимира Путина, о том, что в России скоро пройдут досрочные выборы. Но эту мы интригу пока подвесим для наших зрителей. Здравствуйте. А я предлагаю начать с вашей книги, которая вышла совсем недавно. Это книга о революциях и их механизмах. И вы там совершенно справедливо замечаете вначале, что само слово «революция» за сто лет претерпело такие метаморфозы, что по ним можно изучать историю России. Только ли России, может быть, и стран, которые находятся рядом? Потому что, мне кажется, слово «революция» приобрело особое звучание и значение и для Грузии, и для Украины. Ну, для Украины это слово точно приобрело особое значение, особенно учитывая, что здесь были две революции. Или можно сказать, что одна растянутая во времени. Я имею в виду оранжевую революцию, революцию достоинства. Могу сказать, что с классической точки зрения это были революции, причем революции, которые можно назвать национально-демократическими. И они настолько хрестоматийны, что прямо могут быть помещены на странице учебника истории. Но, как показывает наблюдение за революциями в мире, я думаю, украинские не исключение, люди испытывают восторг и плели в ожидании, связанные с революциями, а потом наступают очень сильные разочарования. И я вот не сомневаюсь в том, по крайней мере, судя по моим наблюдениям, что значительная часть украинского общества тоже испытывает сильные разочарования, все здесь революции. Я хочу сказать, что это естественное состояние, естественное, потому что ни люди, ни социальные отношения не меняются так быстро, как бы нам этого хотелось. То есть в какой-то период все идет очень быстро, во время самой революции, а потом время как будто бы замедляется. Вы знаете, я бы не сказал, что оно замедляется. Во время революции просто могут произойти грандиозные изменения. Но эти грандиозные изменения во многом связаны с нашими большими ожиданиями, я бы сказал, завышенными. А потом социальная жизнь возвращается в свое русло, и мы убеждаемся в том, как нам сложно что-либо изменить. И в таких случаях я всегда советую людям вспомнить о том, как им трудно изменить самим себя. Даже там, допустим, заставить себя заниматься спортом регулярно или вести более или менее здоровый образ жизни, чего же требовать от общества в целом. Но, тем не менее, начало перемен очень часто кладет именно революция. И уже от общества послереволюционного, и в первую очередь от элиты, хотя не только от нее, зависит, каковы будут последствия этой революции. То есть, будет ли общество развиваться условно в правильном направлении и более быстрыми темпами, или революционный порыл будет бездарно растрачен, раскраден, разворован. И это Украина тоже знает. А на каком сейчас этапе Украина? Она как-то на перепуте? То есть, пока непонятно, в какую сторону вот это постреволюционное движение пойдет? Вот лично для меня, как для человека, наблюдающего со стороны, хотя это очень заинтересованное наблюдение, я очень сочувственное по отношению к украинцам, поскольку я здесь прожил немалую часть жизни, и все еще помню украинский язык, хотя уже говорить мне трудно, но я прекрасно его знаю, тем не менее. Это общество, находящееся на перепуте, совершенно очевидно. Во многом неопределенности ситуации способствовала война, которую пережила Украина и все еще в какой-то мере переживает, но тем не менее не сделан выбор. То есть, движение в ту или иную сторону не произошло. Я знаю, что у Украины есть потенциал превратиться, может быть, не в сверхразвитое, но все-таки в довольно, я бы сказал, нормальное по европейским меркам государство. Для этого есть потенциал, в том числе человеческий. Но для того, чтобы реализовать этот потенциал, надо сформулировать ясную, понятную для всего общества политику. И самое главное, это принципиально важно, элита, то есть те, которые правят, должна показывать образец поведения и движения в этом направлении. Потому что модели поведения, они задаются сверху вниз, они транслируются. Ну, как мы в детстве смотрим на своих родителей, и потом, спустя годы, выясняется, что мы копируем их модели поведения. Здесь, конечно, не все, к сожалению, подают пример пока. А вот кто может помешать Украине в этом развитии? Она сама, элиты, как вы говорите, или это внешний фактор, это Россия, которая не хочет такого вектора? Ну, Россия хотела бы, конечно, оказывать первостепенное влияние на Украину, это ни для кого не секрет. Но Россия сможет оказывать это влияние даже против воли украинцев, если украинцы не смогут добиться успеха. Все довольно просто. Судьба украинцев в их собственных руках. И судя по тому, что здесь все же есть гражданское общество, это заметно. Это было заметно последние два с половиной года. Украина есть шанс. Но реализация этого шанса зависит, в первую очередь, от способности этого гражданского общества контролировать собственную власть. Главное выдвинуть, сформировать, выдвинуть новые поколения, новые поколения людей, новые поколения элиты. Возможно, этим людям сейчас по 25-30 лет, может быть, они даже младше. Но если в течение 10-15 лет, то есть я не хочу сказать, что это должно произойти завтра, непременно завтра, Украина не развернется ясно в каком-то направлении, ее судьба будет не то, что ужасной, но это просто будет болото. Это будет, наверное, похоже на то, чем была Украина до конца 2013 года. Вот это то направление, в котором ее ввел, уверенно ввел господин Янукович. А, кстати, зачем, как вы думаете, его вот сейчас вытащили на пресс-конференцию? Мне кажется, что это довольно очевидно. С точки зрения внешних наблюдателей в Москве, Украина может снова прийти в турбулентное состояние. И надо показать, что вот есть некий политик, пусть он сейчас в опале, в эмиграции, но он готов прийти на помощь. Мне кажется, что московские наблюдатели, наблюдатели, а, преувеличивают турбулентность украинской политики, то есть даже если здесь что-то будет происходить, то явно не в тех объемах, в которых это происходило два с половиной года назад. И второе, они явно переоценивают влияние и популярность Януковича. Люди не любят тех, кто их бросает. Особенно не любят тех, кто бежит, бросая на произвол судьбы. Как бы к этому человеку не относиться, понимаете, не оценивать его политику, что если человек в какой-то момент бросает на произвол судьбы страну, которая ему была вверена, вы понимаете, что отношения к нему будут негативным или исключительно негативным. Или, по крайней мере, если снисходительным, то презрительно снисходительным. Так что, мне кажется, это отыгранная карта, которую никогда не восстать. То есть вы видите в этом только этот фактор? Или, может быть, ему пытаются какие-то месседжи вложить, которые он произносит? Как говорится, впихнуть Донбасс обратно. И он говорит о том, что Украина неделима. Несколько раз за пресс-конференцию это произнес. Ну, Донбасс — это проблема. Причем это проблема не только для Украины, которые переживают отчуждение или отпадение этой территории и как часть гражданской войны, и как часть внешнего конфликта. Это проблема ведь для Российской Федерации очень серьезная. Причем эта проблема состоит в том, если очень кратко сформулировать, что а зачем нам это? Нам, вот, России, зачем? Если бы там был какой-то международно-правовой шанс интеграции Донбасса, да, в лону России, ну, это вряд ли возможно. Так, содержать его. Причем это разрушенная же уже территория, экономически и социально. Плюс именно из-за Донбасса введены основные санкции. Не из-за Крыма, надо отдавать себе в этом отчет. Основные, наиболее чувствительные санкции против Российской Федерации введены именно из-за Донбасса. Поэтому для того, чтобы от этих санкций избавиться, надо решить проблему Донбасса. В итоге Донбасс, оказывается, никому не нужен. Ни Украине, ни Российской Федерации. Потому что я знаю, более или менее представляю, как настроена украинская элита. Она довольно здраво осознает, что интегрировать Донбасс, во-первых, очень сложно с финансово-экономической точки зрения. А второе, его невозможно интегрировать морально, психологически и социально. Или, скажем, на это уйдут десятилетия. Потому что Донбасс всегда будет оставаться в территории, враждебно настроенной по отношению к официальному Киеву точно, но, видимо, и по отношению к значительной части Украины тоже. Но там еще огромное влияние, конечно, российских СМИ чувствуется. Вы знаете, да, конечно. И до этого, и до российских СМИ Донбасс... Ну, не могу сказать, что он не был уже интегрированной частью. Он был интегрированной частью, но у него была особая позиция. Сейчас, да, два года пропаганды, они не проходят даром, безусловно. Тем более, что Украина вряд ли может предложить пропаганду такого масштаба и такой глубины. Это первое. Но второе, и второе более важно, до сих пор я еще не слышал, чтобы украинская власть, там, я не знаю, сознательное украинское общество, украинский политикум предложили программу интеграции Донбасса. Чтобы было ясно и четко сказано. Вот, вы возвращаетесь там таким или иным образом, мирным, естественно. Потому что, как только говорят о войне, желание интегрироваться у них точно пропадет. Состав Украины и что будет дальше? Как Украина будет относиться к тем, кто живет в Донбассе, к тем, кто участвовал в военных действиях, участвовал вот в этих временных администрациях, самопровозглашенных республик. Это должно быть ясно сказано. Если вы хотите чего-то добиться, вы должны ясно дать понять людям, что их ожидает, как, чего они не должны бояться, а чего они могут опасаться. Сейчас интеграция с точки зрения Донбасса с Украиной это один большой знак вопроса. Война это плохо. Они прекрасно это знают. Они от нее устали. Но они не знают, что они получат вместо войны. То есть, с вашей точки зрения, нет ясности ни с той, ни с другой стороны. Она полностью отсутствует. Она полностью отсутствует. Я понимаю, что Россия не может предъявить ясность. У нее очень серьезные ограничения. Но дело в том, что Украина, которая говорит о том, что Донбасс это неотъемлемая часть, она даже на официальном уровне не предлагает никакой программы реинтеграции. Никакой. А вообще, каков изначально был план Кремля по отношению к Донбассу и насколько он реализован? Очень легко и одновременно очень сложно говорить о планах Кремля. Потому что это совершенно безответственно. Обычно вы очень много о них знаете. Поэтому и спрашивайте. Иногда я знаю больше, чем другие. Ну, это совпадение, конечно же. Было ощущение, что... Ну, скажем, давайте начнем сначала. Это недолгая история. В апреле 2014 года у Украины не было фактически государства. Верховная власть отсутствовала. Ее замена Верховной Рады и Янукович были таким мерзатцем, палеотивом. В тот момент у России была возможность сделать в отношении Украины все, что она захотела бы. Это очень хорошо знали и в Кремле, и это очень, кстати, хорошо знали в Киеве. Мне об этом рассказывали украинские друзья, которые занимали в тот момент ключевые позиции в украинском эстеблишменте. Почему это не было сделано, я не знаю. Ну, так или иначе, это не было сделано. Все остальное, это производное того, что не было принято главное решение. Донбасс, ощущение, судя по тому, что я знаю, судя по моим разговорам с российскими политиками и, допустим, с небезызвестным или с очень известным в Украине Игорем Стрелковым, Гиркиным, это было, скорее, спонтанное действие, чем сознательная стратегия, масштабная стратегия. То есть туда пришли кондотьеры, можно их так назвать, можете назвать их там повстанцами, которые жаловались потом и в то время, и сейчас, что они не могли раскачать Донбасс. Не хотели выступать. То есть они хотели каких-то больших прав для себя, защиты, того сего. Они вовсе не собирались выступать с оружием в руках против Украины, они вовсе не хотели независимости, ничего подобного. Но им дали понять, что у вас может получиться так, как по РМО, замечательно. Причем нет, опять же, ощущения, что Кремль так уж и это провоцировал. Ощущение, что ему, скорее, это не надо было. Он не очень понимал, как дело пойдет. И это было во многом действительно результат неких спонтанных действий и отсутствие стратегии со стороны Москвы. То есть авантюра. Вы знаете, если бы, поскольку это не очень удалось, то мы можем назвать авантюрой. Если бы это удалось, то мы бы назвали с вами это хитро продуманным планом или историческим творчеством, рождением некого гражданского общества в таком виде. Получилось в итоге самое плохое из всех скверных вариантов. Самое плохое. Донбасс — это мизерабельная территория, которая обожжена войной. Там около полутора миллиона беженцев, которые разрушены, главное, не в экономическом отношении, а в социальном и моральном. Потому что люди, которые жили два года в таком положении, они нуждаются в очень длительной реабилитации. социальной, психологической, моральной. И это территория, которая в огромный край, вообще-то в центре Европы, никому не нужна. Это огромная человеческая трагедия. Я уже не говорю о политическом измерении, потому что политическое измерение всегда циничное. Мы с вами сейчас это, по-моему, ясно продемонстрировали вашим зрителям. Но вот это огромная человеческая трагедия. Никому не нужна. Если бы искали самый плохой, из самых скверных вариантов, лучше бы, извините за такой подбор слов, лучше бы этого, ничего бы найти не было. Как можно больнее повредить. А уже потом, когда это получилось, начинают обыгрывать. Ну вот, цели России в том, чтобы через Донбасс влиять. Да, но это уже все постфактур. Это уже все было притянуто за уши. Ну и, наверное, надо сказать, что был еще критический момент один, когда все могло повернуться иначе. Для Донбасса и для Украины это лето 2014 года, середина лета, если бы не погиб Боинг. Если бы не погиб Боинг, то, скорее всего, даже могу сказать не скорее, а точно бы Мариуполь бы сейчас входил в состав Донецкой Народной Республики. То есть вся Донецкая область. Ну и еще кое-что бы входило в состав Республики Донецкой. Это вы говорите, основываясь на информации, которая вам была известна? Да, на тех намерениях, которые были. То есть вот сначала колебались, не знали, как быть, пропустили время для принятия какого-то решения, а потом в середине лета решили все-таки оказать давление, а понятно, почему. Потому что нужен был коридор в Крым, во-первых. А во-вторых, стало понятно, что Запад не готов реагировать. Могу вам сказать, что в апреле 2014 года Запад посылал сигналы и Киеву, и Москва об этом прекрасно знала, что не надо воевать. Потому что если придут русские, не надо, потому что никто за вас не вступится. Москву это прекрасно знали, кстати. Но сейчас Запад признал официально Россию оккупантом, страной оккупантом, и прозвучала эта формулировка. Давайте уточним. Это не Запад признал это решение, вердикт ГАКского суда, но между вердиктом официально вынесенным и там, назовем это, международно-правовым признанием и, главное, какими-то действиями, пролегает дистанция огромного размера. Я понимаю, что Украина встретила это решение чуть ли не с энтузиазмом, не стоит преувеличивать его значение. Оно может сыграть свою роль при определенных обстоятельствах, но когда и как, одному богу известно. А может быть, останется в туне. А что касается Крыма, вот его ресурс сейчас, как ресурс воздействия на российское общество, он исчерпан или еще им пользуется российская власть? Вы знаете, вот пропагандистский эффект от Крыма и от войны в Донбассе, от Украины, я бы сказал, был исчерпан еще год назад, в конце 15-го года, это уже было понятно. По крайней мере, мне, как человеку, который внимательно за этим наблюдает с профессиональной точки зрения, что эта пропаганда перестала работать. То есть для граждан России, ну Крым в составе России это некая данность, он не вызывает уже никакого энтузиазма, и вот эта дискуссия, Крым наш или не наш, там дискуссия 86-14%, как она выглядела в 2014 году, потеряла вообще всякую политическую цену, потому что, скажем, во время парламентских выборов тема Крыма не звучала, и не сомневаюсь, что во время президентских выборов она тоже не будет звучать очень громко. Ну, скажем, если Путин пойдет на выборы, то он, наверное, будет даже наверняка записывать себе в актив превращение России, возвращение Крыма в родную гавань, но для общества это уже, по-моему, все равно. Это не означает, однако, что общество готово от Крыма отказаться. То есть есть некоторые изменения, которые носят необратимый характер. Я не могу представить себе в России хоть какую-то власть, даже если она будет там ультралиберальной, скажем, президентом оказался Гарри Каспаров, чтобы она смогла вернуть Крым. И, кстати, на Западе тоже прекрасно понимают и дают себе в этом отчет. То есть если Донбасс, казаться, никому не нужен, и стороны его бросают сейчас во время переговоров из рук руки, как горячую картофелину, то Крым однозначно. А почему? Вот это действительно, вы верно говорите, это то, что вменяют в вино обычно здесь в Украине российским либералам. То, что они, да, они готовы на многое, но как-то вот вопрос Крыма не очень его затрагивает. Здесь можно привести очень, наверное, много объяснений. Ну, я хотя бы два. Ну, во-первых, Крым очень плотно вписан именно в русскую, российскую историко-культурную память. То есть для русских, даже когда Крым находился в составе независимой Украины, не было никогда сомнения в том, что с исторической и культурной точки зрения это Россия. Наилучшим образом, наиболее фористично это отношение сформулировал Евгений Гришковец, известный российский драматург, живущий в Калининграде. Кстати, человек совсем не патриотических, ультрапатриотических взглядов, он всегда у нас либералом числился. Так вот, в 2014 году он отчеканил, что мы, русские, прекрасно понимаем, что присоединение Крыма незаконно. Повторю, это его цитата. Но мы знаем, что это справедливо. Вот это вот массовое ощущение России. Массовое, понимаете? Но это то, что называется по понятиям. Вы знаете, можно использовать эту терминологию, хотя с украинской стороны, конечно, она будет использована. Надо понимать, что есть массовое ощущение справедливости. Вот оно есть у русских. И вы с этим ничего не сможете сделать. Никакая пропаганда их с этой точки зрения сдвинуть уже не может. Поэтому этот вопрос, который сейчас выглядит закрытым. Другое дело, что можно думать о том, я не исключаю, что это произойдет, как превратить эту территорию из яблока раздора, сейчас яблоко раздора, в нечто более или менее примиряющее. Об этом думать возможно. И даже, наверное, можно найти формулу какого-то косотрудничества. Но все-таки для этого нужно признать, что были нарушены международные договоренности. Я думаю, что Россия вряд ли на это пойдет. Я даже не сомневаюсь, что она на это не пойдет, по крайней мере, публично. Но это не исключает возможности введения переговоров и консультаций. Могу сказать, что закулисные консультации с киевским руководством велись насчет того, на каких условиях Украина готова смириться на международно-правовом уровне с расставанием с Крымом. А когда велись такие консультации? Я могу сказать, что совершенно точно на рубеже 2014-2015 годов они были. Они не носили формального характера. Они шли не через дипломатов, я бы сказал, через некоторых бизнес-посредников. То есть это было не на уровне высоких чиновников? Высокие чиновники были в курсе. Ага, вот так интересно. Высокие чиновники были в курсе. Могу вам сказать даже, что со стороны России могло быть предложено, да, это раскассирование всех украинских газовых и прочих долгов, это гарантии поставки газа по низким ценам, экономические преференции, льготы и тому подобные вещи. Более того, вывел, что даже не надо, чтобы Украина там отказывалась от Крыма. Пусть в Конституции Украины будет записано, что Крым это, пусть она снимет свои международно-правовые претензии. Просто снимет и все. Для внутренней пропаганды пусть остается все это, да, Крым это Украина, а вот на международно-правовую пусть просто откажется. Это там негласно, да, тихонечко. Ну и все. Я не исключаю, что этот компромисс может быть востребован в будущем. То есть и сейчас могут вестись какие-то закулисные вот такие переговоры Я не знаю. Я думаю, что многое сейчас будет зависеть от новой конфигурации отношений, в которой неопределенным местом позиция Трампа выступает. Я знаю, что украинское руководство очень напугано тем, что он избран президентом, поскольку он ожидает неприятных изменений. Российское руководство, для российского руководства это тоже знак вопроса, но скорее открывает возможность. То есть если для Украины Трамп скорее несет угрозу, по крайней мере так это воспринимается. Для российского руководства, для России возможно в целом это скорее возможность. Будет ли реализована угроза и будет ли реализована возможность, никто не знает. Это зависит от стечения обстоятельств, от хода переговоров, А они могут еще и местами поменяться угрозой и возможностей? Мне кажется, судя по тому, что Трамп человек непредсказуемый. Вы знаете, он не настолько непредсказуем, как то впечатление, которое он успешно производил. Во-первых, я думаю, что абсолютно непредсказуемый человек не стал бы частью американского делового стеблища, не стал бы миллиардером. Это, во-первых. Второе, там очень сильный республиканский эстеблишмент, который, я думаю, может влиять, даже не думая, а точно знаю, может влиять на собственного президента. Да и те назначения, которые делает Трамп, они вообще-то довольно взвешенные, вы знаете, и взвешенные, и сбалансированные. Так что одно дело производить впечатление, держите меня семеро, я сейчас брошусь, а другое дело реальная политика. Так что мы посмотрим. Но я знаю, что здесь, в Киеве, очень встревожено, чрезвычайно. Если возвращаться к вопросу о революциях, о протестах, есть сейчас в России вообще какой-то протестный потенциал, и что с ним случилось после Болотной, после Сахарова? Ну, после Болотной, после Сахарова, после 2013 года этот Болотный потенциал, протестный потенциал был распылен, да, люди были, в общем-то, деморализованы поражением, тем, что их вожди не могли предложить им никакой внятной стратегии взаимоотношений с властью. Это первое. Второе. Крым просто снял это. Снял, да, потому что общество разделилось по другим критериям, и часть тех, кто был на Болотной, она вошла в состав национального большинства, поддержав присоединение, или, как вы говорите, аннексию Крыма, а часть, скажем, оказалась в составе 14%. И, то есть, диспозиция политическая переменилась, и эта новая диспозиция где-то сохранялась до начала 2016 года. Сейчас она снова стала меняться, потому что стал восстанавливаться прообраз той коалиции, которая на Болотной площади выступала против Кремля. Я вижу это, она восстанавливается. Пока еще на уровне разговоров, консультации, общения, но тем не менее. Наконец, очень важно, что в 2011-2012 году Россия не находилась в состоянии экономического кризиса, как сейчас. А сейчас Россия оказалась в состоянии очень тяжелого кризиса, причем кризиса, который был длительным, и люди это ощущают как длительный кризис, который лишает и всяких перспектив. Потому что в 2011-2012 году с экономической точки зрения может быть было и замедление, даже оно было, да, люди этого не ощущали. Они покупали себе новый айфон, они покупали машины, кредит, два раза ездили, а то и три раза в год отдыхать за границу, покупали квартиры в ипотеку. Написано так, как было, скажем, в Украине, может быть, перед оранжевой революцией, когда Украина переживала очень серьезный экономический подъем, я имею в виду революции 2004 года. А сейчас у людей закрывается социальная перспектива. Они ощущают, что хорошая жизнь осталась в прошлом. А теперь, даже по официальным прогнозам, вас ожидает 20 лет прозябания и бедности. Я думаю, что их настроения меняются. Я даже знаю, что их настроения меняются. Меняется ощутимо. Но, а, мы не знаем, с какой скоростью они будут меняться, хотя я думаю, что быстрее, чем предполагает власть. И второе, мы не знаем, как изменение настроений результируется в политике и в социальных отношениях. То есть, с одной стороны, вы можете терпеть бесконечно, а с другой стороны, ничтожный повод, ничтожный, да. И все вдруг вспыхнет. Я думаю, как мы можем наблюдать в быту, да. Человек терпит, терпит, а потом вдруг что-то, и он взрывается. А вот если выйдут на улицы люди в ближайшее время, то какой будет этот протест? Мы помним, что в 2011 году очень много было разных номинаций. Говорили, сытый протест, норковая революция, появилось слово креакла. То есть, все, что связано с достатком, в общем, с такой группой людей, которая не низшего класса. А вот сейчас кто может выйти на улицы в Россию? Видите, революция очень часто начинается с революции ожиданий. Что это означает? Что люди жили хорошо, ожидали, что будут жить еще лучше, вдруг их надежды рухнули. И вот это вот обманутые ожидания выводят на улицы. Но, если, скажем, в провинции, в некоторых промышленных регионах, Урала, где ситуация довольно напряженная уже сейчас, людей может вывести на улицу элементарная нехватка денег. Им просто не на что жить. Потому что бедность России носит массовый характер. Ну, в Украине в общем положении вещей не лучше, да. Так что, думаю, украинцы очень хорошо понимают, что это такое. Ну, в Украине более развитое сельское хозяйство. А там и этого нет. Пытаются с огородов выживать. То есть, ваш прогноз, что все это может случиться в семнадцатом году? Мой прогноз в том, что в семнадцатом году скорее всего начнутся некие перемены очень серьезные, которые изменят судьбу России. Но эти перемены будут не разовыми. Это начало процесса. То есть, их начало мы увидим в семнадцатом году. И я даже затрудняюсь вам сказать, чем они будут конкретно связаны. Вот именно процесс начала перемены. Возможно, им пусть придет из политики. Возможно, в российской политике случится нечто такое, что вот эту растущую, но подспудную напряженность пробудет к жизни. Что мы чувствуем, ходим по поверхности вулкана, мы не знаем, заработает он или нет. Возможно, произойдет что-то, и этот вулкан начнет работать. А в каком состоянии политические элиты сейчас в России? Они монолитные? Политические элиты выглядят, конечно, абсолютно лояльными президенту, но в них растет напряжение, раздражение. Они тоже считают, что они лишены будущего. Это совершенно точно могу сказать. Подавляющее большинство элит, за исключением относительно небольшой группы, которая там связана какими-то личными узами с личной преданностью с Владимиром Владимировичем Путиным, считают, что она лишена будущего. И могу вас уверить, что не либералы больше всего ненавидят российского президента. Именно эти. Именно эти элиты, которые, с их точки зрения, лишены будущего, потому что им было чего лишаться. Им было чего лишаться. Поэтому бизнесмены крупные сейчас пытаются эвакуироваться за границу, они становятся налоговыми резидентами других стран, они вывозят все, что могут вывезти. Я могу сказать, что они продают квартиры с дисконтом в 50% в особняки в Москве. Квартиры в Москве в особняки в 50%. В 2% бывает в 3 раза дешевле, чем они их покупали. Просто, чтобы вывезти деньги и самим эвакуироваться. Хотя они, конечно, не могут заводы вывезти, нефтяные поля. В целом, элита ощущает сейчас сильное давление в связи с этой антикоррупционной борьбой, которая развернута в Российской Федерации. Она напугана, она боится, но никакого заговора, даже намека на заговор против Путина в России не будет. Это я могу говорить абсолютно уверенно. Если возможен бунт элитный, то только стоя на коленях и с веревкой, наброшенной на шею, государь, дай нам вольности и свободы. Элита выступит только, если в том случае, если начнется давление снизу. Как только они увидят непрекращающееся массовое выступление и волнение в городах, то тут и не раньше, никоим образом не раньше, скорее даже позже, они начнут помышлять о собственных действиях, о собственном политическом спасении и выживании после Путина и без Путина. Но никак не раньше. В этом отношении Путин может всецело быть уверенным. Но если не в их лояльности, внутренней нелояльности значительной части, то, по крайней мере, в их неспособности выступить. А откуда тогда возникла эта тема с преемником Путина? Почему именно в 2017 году, опять же, вот мы к этой магии чисел все время возвращаемся, должен возникнуть преемник? Бывают же проблемы, да, непреодолимого свойства, и надо находить решение вот этих проблем. Ну, почему бы и нет? Владимир Владимирович может просто устать, в конце концов. Столько лет находиться у Кормила власти, столько лет поднимать Россию из колен, спасать ее, вести по сложному геополитическому фарватеру. Вы уже не в первом интервью намекаете на то, что вам известно о неких проблемах, которые испытывает сейчас российский президент. То есть, действительно там какие-то проблемы со здоровьем или с чем-то еще? Я не берусь комментировать о характере проблем, ну, в общем, нет особого секрета уже, что, возможно, какие-то проблемы существуют. Связаны ли они с моральной усталостью, психологически, это вполне допустимая вещь, или с какими-то именно обстоятельствами. Я думаю, что этого никто, за исключением, может быть, нескольких ближайших к Владимиру Владимировичу людей, не знает и знать не может. Но то, что проблема преемника обсуждалась, я могу вам сказать абсолютно точно, и досрочные выборы, и проблема преемника обсуждались, начиная с поздней весны этого года до октября этого года включительно. В начале ноября обсуждение было прекращено и решено, что досрочных выборов не будет, и что, скорее всего, именно Владимир Владимирович будут баллотироваться в 2018 году в президенты. Но вот насчет этого как раз уверенности нет. Будет ли он баллотироваться, или кто-то другой. И совершенно точно готовится конституционная реформа. То есть изменение соотношения органов государственной власти и управления в Российской Федерации. Но реформа готовится, но, опять же, никто не знает, она будет запущена или нет. Просто этого не знает никто. Я полагаю, что скорее нет, чем да, а если она будет все же запущена, то это явное указание на то, что, наверное, произойдет перераспределение властных ролей. Потому что один из вариантов реформы предполагал, были популярны, по крайней мере, что основные властные функции будут сосредоточены в руках председателя Госсовета как конституционного органа. Сейчас он неконституционный. А у президента скорее останутся некие ритуальные декоративные полномочия. И вот в связи с этим, с этой обсуждавшейся реформой в таком духе и фигурировали слухи, что скорее всего президентом может стать Дмитрий Анатольевич Медведев. Я только хотела сказать, что со словами декоративная функция ассоциируется именно Дмитрия Медведева. Ну, если он согласен с этим, то почему бы и нет. Но вы там называли еще одну фигуру. Это человек, который был целохранителем Владимира Козина, которому было доверено вывозить Юна Голича из территории Украины. Не я первым его называл. Как только Дюмин был назначен губернатором Тульской области, стали говорить и о губернатором он был назначен, если быть юридически точным. Стали говорить о том, что возможно этот человек номинируется как преемник. Ну, в России многое с этой точки зрения рассматривается. Знаете, когда появляется неожиданная кадровая фигура, вдруг все кадровые, о, это возможно преемник. Ну, Дюмин действительно доверенный человек. Здесь очень важен вопрос, принципиально важны личные лояльности. Путин доверяет Медведеву? Очень доверяет. Поэтому могу сказать, что у Медведев будет оставаться премьер-министр. Несмотря на все козни и интриги, которые против него строят. Он очень доверяет Дюмину, да. Ну, спасение Януковича, он доверил Дюмину. Другое дело, что Дюмин был прекрасным охранником. Говорят, очень неплохим военным. Но я не знаю, какой он губернатор Тульской области. Говорят, не самый блестящий. А Алексей Навальный может появиться? Да, я полагаю, что Алексей Анатольевич Навальный вполне может появиться. В том случае, опять же, если будет баллотироваться Путин, потому что есть такое мнение, что Навальный способен обыграть любого претендента, кроме Путина. А поскольку власть не допустит того, чтобы президентские выборы шли в два тура, надо побеждать в первом, то Навальный вот этим решением Верховного Суда подвешен. Формально он имеет право баллотироваться, но его дело возвращено в суд первичной инстанции. Соответственно, суд может вынести такой же приговор, изучить вновь открывшиеся обстоятельства. Поэтому все это один большой знак вопроса. Я думаю, определенность более или менее начнет появляться лишь через год. Скажем, может быть, в сентябре, октябре 2017 года. Если до этого не произойдет ничего неожиданного. Это может вполне произойти. Под Богом ходим все. Почему в ряде стран мира сейчас случился такой российский поворот? О выборах в Молдове мы недавно рассказывали, там пророссийский кандидат победил в Болгарии. Тот же Трамп, которого мы уже обсудили, который вроде бы дружен с Россией. Что это все означает? Ксения, при всем уважении к журналистам, все-таки это расхожий журналистский штамп, российский поворот. В Болгарии победил генерал НАТО, который сказал несколько хороших слов России. Да, Болгария заинтересована в добрых отношениях с Россией. Это чистая правда. А Молдавия, ну, те, кто там правили до этого, они просто показали свою неэффективность, поэтому это могут быть элементарные политические качели, как вообще-то во всем мире происходят. Тем более, что все-таки большая часть молдаван, работающих за границей, она находится в Российской Федерации, а не во Франции, скажем. Я уже не говорю о том, что в Российской Федерации участки для голосования были открыты для молдаван, а во Франции я сомневаюсь, и в Испании. Ну, может быть, был там по одному в посольстве. В Москве они шли, очень активно голосовали. Что же касается Трампа, то Трамп это в первую очередь проамериканский президент, и во вторую, и в третью тоже. Это конечно. то, что он сказал несколько поощрительных слов в адрес Путина, они же были сказаны в пику Клинтона. А второе, что я не исключаю, что Трамп может травиться вот этот стиль мачизма и брутальности, который демонстрирует российский лидер. Ну, из этого вовсе не следует, да, что отношения с Россией, Россией и США обречены на кардинальное улучшение. Может быть, скажем, психологически Трампу будет легче найти общий язык с Путиным, чем Обама. Ну, ясно же, что по психотипу Путина и Обама совершенно разные люди. В то время, как с Трампом они, наверное, чем-то похожи. Они любят яркую жизнь, да, любят публику, искать любого, чтобы публика их любила. Вот, то есть, есть такой шоу-элемент какой-то, ну, и плюс вот этот выраженный мачизм, да, брутальность. Но из этого вовсе не следует, что отношения обречены улучшатся. Просто у Трампа позиции отличаются от позиции демократов, скажем, по той же Сирии, что позволяет России и Сирии наладить, прошу про Россию, и с Штатом наладить сотрудничество по Сирии. Трамп говорит, что главное для нас это не свергнуть Асада, а справиться с терроризмом. Значит, на этой почве вполне может договариваться с русскими, да, скажем, там Асад во вторую очередь, а сперва ИГИЛ. Давайте проведем совместную военную операцию, да. Следующий пункт. Трамп выказывал некоторые раздражения в адрес того, что вот здесь в Украине ничего не делается. Ну вот, украинцы говорят о реформах, обещают, ну, вы же прекрасно знаете, что если реформы и делаются, то очень-очень медленно, из-под палки, и, значит, по требованию. Почему бы таким образом не надавить на Украину, да, что если вы хотите что-то получить, вы должны что-то сделать, что-то предъявить, что-то представить. Обсуждаются ли контуры сделки, обменяем Сирию на Украину? Я думаю, что слишком рано для таких предположений. Наверное, для России бы захотел бы это обсудить. То есть, вот, давайте обсудим пакет сразу. Там, в Сирии мы вместе, ну, и по Украине найдем компромисс. Ну, я думаю, что такие вещи с кондачка не делаются, во-первых. Во-вторых, то есть, такие переговоры начнутся, скорее всего, только более-менее содержательные, с конца марта между Россией и Соединенными Штатами. Во-вторых, очень же многое будет зависеть от тех фигур в команде Трампа, которые так или иначе будут задействованы на российском и украинском направлении. Но я все-таки вернусь к российскому влиянию. Ведь многие сейчас говорят о том, что, ну, я думаю, что вы не будете это отрицать, что очень сильно влияние российской пропаганды в широком смысле этого слова, то есть, не только как СМИ, но и какие-то лоббистские усилия вот в международных кругах. Это же все есть, это существует. Россия предпринимает, есть лоббистские усилия, да, это правда, и, наверное, это естественно для страны, которая пытается, допустим, снять эмбарго, да, там выйти из какой-то изоляции. Значит, эти усилия предпринимаются в каких направлениях? Во-первых, это поддержка ряда правых и левых партий, да, маргинальных. В России знают, что они вредник власти придут. Ну, возможно, они расшатают какой-то консенсус, да, и позволят снять санкции. Во-вторых, это поддержка ряда так называемых ревизионистских стран. Это Словакия, это Венгрия, это Кипр, это Греция, и иногда по некоторым вопросам к ним примыкает Италия, да. Вот это те страны, которые говорят, ну, надо снять санкции с России. Но они так говорят, потому что они прекрасно знают, что санкции не будут сняты. Это им позволяет поддерживать хорошее отношение с Россией, да. Говорят, ну, расвестировать, ну, что мы можем сделать? Вот видите, я отнюдь не уверен, что Фион, там, в случае победы на президентских выборах во Франции, его называют другом Путина, что он скажет, ну, давайте мы снимем санкции. Понимаете, есть такая вещь, как единство европейское, Евросоюз, и в общем, в общем, хотя эти страны, которые я назвал, несут потери от санкций, от контрсанкций российских, все-таки выгоды от единства Евросоюза для них значительнее, чем отношения с Российской Федерацией. Это уже здравоэкономический расчет. Конец-третий, когда мы говорим о российской пропаганде, надо отдавать отчет, о какой пропаганде идет речь. Влияние Россия Тодэ ведь незначительное. Это вот основной информационный рупор. А в чем Россия сильна, так это в работе в социальных сетях. Я думаю, что это чуть ли не единственная страна мира, за исключением Китая, конечно, которая работа в социальных сетях, в том числе, вовне, не только внутри России, что мы хорошо знаем, вовне, сделала одним из важных направлений государственной политики. Когда вы читаете комментарии к каким-то статьям на западных сайтах, на Daily Mail, какие-то английские, американские газеты, вы видите там десятки, сотни однотипных комментариев. Это целые бригады, это действительно государственная политика. Но поскольку у западных политиков и наблюдателей было такое наивное представление, что социальные сети это плод спонтанного творчества, то они недоумевали. Неужели так сильны пророссийские настроения? Есть, конечно, часть людей, которые добровольно к этому присоединяются, к этому тренду, но исток этого тренда это пропагандистская политика, сознательно сформированная. А что касается телевидения российского, на кого оно влияет? На русскоязычных влияет, конечно же. Естественно. Но оно не влияет так уж на англичан, на французов. И наконец, еще один есть очень интересный фактор, связанный с симпатией ряда политиков. И левых, и правых, и потаенные симпатии, вполне себе даже центристских может быть настроенных политиков. Я думаю, что представьте, политика демократическая государства, которая связана с множеством ограничений, у него парламент, у него процедуры, евробюрократия. Это же невыносимо. Он смотрит, а Путин делает все, что он хочет. Вот все, что он хочет, он делает. Вот возникает невольная зависть. Понимаете, это очень сильное чувство, на самом деле, которое может влиять на ваше поведение. вы думаете, ну да, жалко, что у нас так нельзя, ну черт возьми, никого не боится, он что хочет, то и делает. Потом, не забывайте, что на самом деле антиамериканские настроения в Европе очень сильны. Очень сильны. И во Франции антиамериканизм ничуть не слабее, чем в Российской Федерации. Просто он не так явно манифестируется, да, и в Германии он достаточно выражен. Поэтому на вот этих антиамериканских настроениях, в том числе ряда политиков, Россия может вполне играть и успешно играет. Я видела, вы говорили о том, что, ну вы оценивали российскую пропаганду как очень качественную, но тем не менее говорили о том, что вот сейчас ее ресурс уже истощается. Это действительно так? Да, это так, потому что нужны темы, нужны выигрышные темы. Вот для России выигрышная тема была позитивной, это Крым, да, негативная это Украина. Смотрите, как ужасно на Украине. Вы хотите, чтобы так стало у нас? Ну нет, нет, конечно. Но дело, Сирия, это уже не выигрышная тема, потому что она непонятна, да, это далеко, и нас вообще граждан России совершенно не занимает. А позитивные это темы какие? Вы не можете все время заниматься пропагандой на негативных примерах, да? Вы должны что-то показать позитивное. Первое. Второе. Вы не можете все время посвящать только внешней политике. Потому что, если вы посмотрите социологические опросы, что беспокоят граждан России? Россен, снижение доходов, безработица, развал здравоохранения, образования, коррупция. Где здесь Украина? Где здесь Сирия? И Крыму здесь тоже места нет. И когда люди этого всего не видят на ТВ, у них возникает ощущение, что вот есть реальный мир, а есть этот телевизионный выдуманный мир, но они просто по привычке уже доверяют этому телевизионному миру, ну, наверное, это важно, наверное. Но на самом деле происходит разрушение убедительности пропагандистских посланий. То есть, вот эта вот спираль молчания, она начинает размываться, вот эта массовая поддержка, она вроде бы есть, но ее качество очень низкое. Но проявится это только в случае наступления какого-то кризиса, когда массовые настроения превратятся в массовое действие. Мы вдруг увидим, что эта пропаганда не имеет никакой цены. Ну, я могу точно сказать, что эффект ослаб, заметно ослаб, то есть, она достигла предела мощности и стала ослабевать уже с конца 2015 года, даже не сейчас. Что для вас самая большая политическая загадка следующего года? Это прекрасный вопрос. Я, Ксения, знаете, не задумывался никогда над этим. По-моему, для тех, кто живет в России, главная загадка, сможет ли он, кстати, в Украине тоже, быть живым, здоровым в следующем году. Но это не связано с политикой. Спасибо. Спасибо вам.